давайте теперь рассмотрим такой раздел дифракция рентгеновских лучей во первых зачем это нужно оказывается это очень полезное средство для анализа структуры кристаллов их кристаллических решеток для начала выведем формулку которая нам понадобится не имеющие отношения к рентгеновскому излучению пусть у нас есть среда в которой есть какие-то плоскости в которых есть скачок показателя преломления таких плоскостей может много падает волна под каким углом надо пустить эту волну чтобы наблюдался максимум отраженной волны максимум интенсивности это легко считается для этого нужно чтобы разность хода она равна чему вот этим отрезком сумме минус вот этот отрезок нужно чтобы эта разность хода была равна целому числу длин волн это легко считается значит вот это вот это расстояние равно чему ну двойка а потом d это расстояние между плоскостями d умножить на точнее в делить на косинус бета а вот это расстояние чему равно надо опять же взять d умножить на тангенс бета мы получим вот этот отрезочек умножим на 2 получим вот этот и дальше надо умножить на синус альфа и вот это здесь написано и в итоге после некоторых преобразований мы получим такую формулку 2d n косинус бета равно m лямбда вот эта формула нам понадобится для дальнейшего рассмотрения теперь перейдем к анализу кристаллов ну в кристаллах атомы расположены регулярно и они вообще говоря образуют некоторые плоскости поскольку вблизи атомов электронная плотность немного другая чем в промежутке то получается предыдущая задача если мы пустим излучение под каким-то углом то может быть максимум а может и не быть если угол неправильный но хитрость том что у кристаллов расстояние между плоскостями где-то 10 минус 8 сантиметр то есть angstrom 2 angstrom 3 angstrom вот такие и с видимым излучением там бесполезно что-то делать длина волны должно быть порядка этого расстояния а это означает что мы должны работать с рентгеновским излучением с длиной волны несколько angstrom для рентгеновских лучей как известно показатели преломления близок к единице и при этом чуть чуть меньше единицы это мы проходили когда мы рассматривали классическую теорию дисперсии то была выведена формула вот такая вот второй член это добавка которая возникает из-за излучения наведенных в падающей волной диполий и излучение этих диполий складывается сходной волной в итоге получается что волна ускоряется движется чуть больше чем скорость света в вакууме но самое главное для нас что вот этим членом 2 и гамма омега можно пренебречь а дальше смотрите если для видимого излучения омега меньше чем омега 0 обычно то получается что эта добавка положительная а что будет для рентгеновского излучения надо иметь ввиду что омега 0 это резонансная частота она расположена там где наблюдается поглощение веществ обычно это если в длинных волн выражать где-то 100 нанометров 100 200 нанометров поэтому ясно что омега для видимого меньше а вот для рентгеновского излучения если длина волны ангстрема это значит доли нанометра это означает что омега больше чем омега 0 но на 2 порядка а омега квадрат на 4 порядка это означает что-то добавочка очень маленькая и к тому же еще и отрицательная к чему приводит то что добавка маленькая можно считать что показатель преломления рентгеновских лучей единичка и вот эти вот возмущения тель-тн тоже очень невелики но тем не менее если набрать много слоев то можно наблюдать ясно выраженные максимумы которые удовлетворяют так называемую условию брега условия брега это фактически та же формула которая была выведена только что но только угол падения заменен углом скольжения ну так принято обычно вот кристалла оптики тогда получается несколько модифицированная формула показатель преломления отсюда ушел потому что он единица и получается 2d синус тета равно м лямбда и дальше анализ структуры кристаллов выглядит таким образом мы посылаем под какими-то углами на кристалл рентгеновское излучение и смотрим под какими углами происходит отражение получается вот такие картины значит вот эти черные пятна это условно максимумы то есть если мы светим ну приблизительно вдоль кристалл графической оси кристалла то под разными углами у нас возникают максимум и и по вот этой картине по структуре максимумов по их расстоянию от центра можно восстановить структуру кристаллов это наука очень развитая и фактически все кристаллы которые мы знаем исследованы именно таким образом и для них установлено какая у них решетка кубическая косоугольная тригональная ну и так далее дело немножко осложняется если для данного вещества невозможно вырастить кристалл приличного качества а можно только маленькие маленькие кристальчики вырастить тогда обычно используют не лавограммы а дебайограммы то есть если взять мелкий порошок из микрокристаллов спрессовать его в таблетку и опять же на него пустить рентгеновское излучение уже не не надо ничего качать там кристалл относительно пучка то под какими-то углами все-таки возникают максимум и потому что находятся микрокристаллики всегда ориентированные таким образом что выполняется условия браговульфа и тогда возникают вот такие круги ну а дальше ставится фотопластинка вот условно нарисован этим прямоугольником совсем не обязательно захватывать всю картину потому что для того чтобы найти эти радиусы достаточно вот такого участка ну вот на этом я считаю наша консультация закончена желаю хорошо сдать экзамен